привет народ уже некоторое время возился с флайбэк преобразователем то есть понижающим источником питания он кстати пойдет для частотника для новой версии я хотел у тебя трансформаторных вещей сделать флайбэк чтобы получился такой универсальный источник питания на разные напряжения вот данном случае схема содержит два напряжения схема со стабилизацией одно напряжение 16 получилось в данном случае второе 6 вольт вот повозился какое-то время с теорией этого всего флайбэк преобразования я попробую вам это все рассказать я нашел одну интересную аналогию вот и попробую с помощью нее как-то описать соответственно сейчас смотрю на осциллография это сток транзистора то есть и временная диаграмма просто идеально так как в учебнике нарисовано вот так вот она и выглядит у меня тут есть сопротивление подстроечные переменные и соответственно ими я могу менять нагрузку вот вы видите это при увеличении нагрузки вот эта часть будет смещаться соответственно и у нас будет расширяться чуть-чуть импульс ну то есть если ознакомитесь с теорией я немножко расскажу о ней то поймете что происходит зачем и как ну вот соответственно регулируем нагрузку и видим что у нас вот этот резонанс это свободный ход когда передача энергии не происходит энергия просто перекачивается туда-сюда вот и он уменьшается увеличивается зависимости от потребляемой нагрузки сейчас попробую рассказать теорию давайте все это порисую посмотрите по принципу работы обратноходового преобразователя проведем такую аналогию допустим у нас есть водопроводный кран соответственно некоторый вентиль который можно открывать и закрывать вот это наш источник энергии и у нас есть некоторая емкость небольшая это какая-то кружка и вторая емкость вот откуда мы будем уже забирать нашу преобразованную энергию для чего это сюда вот целях преобразования у нее есть некоторое отверстие для для воронки вот и в эту воронку мы собственно должны будем наливать воду из кружки и соответственно есть еще сливной кранчик и работа обратноходового преобразователя разбивается на два этапа это первый этап это наполнение кружки соответственно мы открываем кран вот полностью но на очень короткое время вот и наполняем кружку соответственно вода идет идет наполняем кружку насколько то ее наполнили все экран закрываем и во втором этапе мы переносим берем эту нашу кружку и выливаем ее в эту воронку вся вся жидкость что было в кружке переходит воронку и потихоньку наполняет наполняет нашу большую бочку здесь всегда какой-то слив есть даже если у нас нет нагрузки все равно должен быть какой-то небольшой слив и иначе обратноходовый преобразователь работать не будет вот еще какой момент у нас есть всегда какая-то следящая схема то есть у нас здесь есть некоторый глаз который следит за уровнем вот эти действия первые и вторые этапы мы повторяем с очень большой скоростью то есть это 40 до 100 килогерц то есть 100 тысяч раз в секунду наполняем переносим переливая и вот после старта мы наполняем 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 эту бочку и как только в тот момент когда она нашла определенного уровня вот этот глаз следящая система она сообщает нашей руке вот руке которая открывает кран что открывай кран не настолько открывай кран чуть-чуть поменьше соответственно на более маленький уровень что типа уже достигли требуемого значения больше не надо и соответственно кран теперь открывается на меньшее время и наполняет кружку меньшим количеством воды и мы переносим меньшее количество воды соответственно бочка перестает увеличивать увеличивать уровень воды внутри себя и соответственно вот мы переливаем чуть-чуть повысилась и за момент когда мы наполняем нашу кружку чуть-чуть уменьшилась вот средний уровень соответственно начинает колебаться где-то вот в этом пределе установившимся который нам и нужно достигнуть соответственно энергия будет равна ту энергию которую мы получили мы же ее и слили через вот этот крантик то есть у нас идет баланс некоторый баланс достигается и соответственно вот если здесь что-то изменится если этот кран будет открыт больше либо меньше следящая система сообщит о том что уровень как бы отклонился или выше или выше или ниже требуемое соответственно это даст сигнал вот этому крантику открываться на большую на большее время или меньшее время это шум управления соответственно вот и он может регулировать период и он может регулировать длительность импульсов длительность открытия нашего крана и длительное закрытие все это с определенной с постоянной частотой происходит да и с постоянным периодом соответствующим некоторой заданной частоте контроллера она может быть и различна а может быть и постоянно для определенного контроллера но теперь если мы перейдем к электрической схеме мы увидим что на ней мы увидим дроссель и увидим ключ этот ключ под управлением контроллера находится вот дросселью присоединяется плюс питания здесь присоединяется минус питания и соответственно точно также разбивается на два этапа первый этап это ключ закрыт замкнем этот ключ замкнем этот ключ и соответственно у нас здесь есть какой-то ток протекающий через эту катушку вот эта катушка на магнитопроводе и здесь есть вторичная катушка вот это спаренный дроссель либо трансформатор вот здесь есть выпрямительный диод и конденсатор и дальше идет нагрузка некое активное сопротивление вот на первом этапе что у нас происходит у нас ключ закрыт ток протекает соответственно катушка создает электромагнитное поле вокруг себя и это поле замыкается через сердечник и накапливает энергию в этом сердечнике вот соответственно катушки подключен плюс и минус вот так вот плюсовка будет на катушке что будет на вторичной цепи на вторичной цепи катушка намотана в обратную сторону то есть если соответственно вниз намотана вот эта первичная катушка то вторичная катушка намотана вверх на первом этапе когда у нас здесь плюс здесь минус во вторичной обмотке будет наоборот здесь минус и здесь плюс И ток, соответственно, не может пройти по пути на первом этапе, потому что ему преграждает путь диод. Соответственно, на первом этапе энергию для нагрузки дает только конденсатор, ранее запасенную энергию. И вся энергия, которую источник выдает, она накапливается в магнитном поле. В магнитном поле вот этого сердечника. На втором этапе у нас ключ открывается. Ключ у нас открывается. И ток вот здесь прекращается. Вот этот ток равен нулю. И, соответственно, потенциала здесь уже старого нет. Источник оторван. Это второй этап. Ток равен нулю. И у нас здесь влияет ЭДС самоиндукции, соответственно, наведенное напряжение. Наведенное напряжение будет обратного знака. Вот, соответственно, у нас здесь получится минус, а здесь получится плюс. А во вторичной обмотке все получится наоборот, соответственно. Сверху будет плюс и минус. Вот, на втором этапе тока здесь нет. Эта цепь разорвана. Но энергия в магнитном поле накоплена в сердечнике. И, соответственно, вот на втором периоде она передается из сердечника во вторичную обмотку. Наводит здесь ЭДС и замыкается через нагрузку и через конденсатор. Здесь плюс, минус и цепь замыкается. Это то же самое, что перенос энергии из кружки в бочку происходит. Ну вот и получается, когда второй этап завершен, вся энергия из сердечника перешла в емкость заряд конденсатора, либо в нагрузку. Соответственно, все, у нас есть какая-то пауза. И дальше опять повторяется первый этап, когда мы накачиваем этот дроссель. Вот это общий принцип. Точно так же электрически организована следящая связь, подобно вот этому глазу. И она, соответственно, сообщает нашему контроллеру о том, что он должен расширить время состояния закрытой ключа накачки вот этого дросселя. Либо, наоборот, сузить, чтобы поддержать вот здесь требуемый уровень напряжения. Ну, теперь перейдем к некоторым практическим вещам, соответственно, к реальной схемотехнике устройства. Вот, в принципе, на ваших экранах сейчас чуть-чуть упрощенная схема та, которую собрал я. Чуть-чуть более простая. Тут нет второго напряжения, вот, выходного. И чуть-чуть там некоторые цепи отличаются. Но, в принципе, тот же самый. Соответственно, я выбрал контроллер. Он семикондактор. Это МЦП-1200. Вот, следующие цифры определяют его рабочую частоту. 60 кГц. Транзистор, который будет у нас управлять дросселем. И намотал, соответственно, вот этот трансформатор дроссель. Вот его моточные параметры. Обратная связь, это ТЛ-431. Это регулируемый стабилизатор. Регулируемый стабилитрон, даже можно сказать. Вот. И опторазвязка тоже на 817-й оптопаре. Одна из самых распространенных. Вот, кто занимается там блоками питания, примерно. Знает, что это вот. То, чего везде навало в каждом импульсном источнике питания. Вот. И самое интересное, как бы, расчет этого всего и назначения там каждого элемента. Вот. По контроллеру. По контроллеру, соответственно, открываем его документацию. И смотрим типовую схему подключения. И в целом делаем все точно так же. Вот. Кроме некоторых моментов. Вот, например, в данном случае не сказано, куда вот эту новую первую подсоединять. Эта нога, собственно, служит для установки тока, при котором будет пропуск шим-регулирования. То есть на холостом ходе контроллер может отключаться. Соответственно, когда у нас потребления нету, нам шим-сигналы не нужны. Соответственно, сюда не нужно перекачивать энергию. Соответственно, контроллер может пропускать шаги. Пропускать периоды колебаний. Но вот в моем случае это не нужно. Я планирую, что по включению, допустим, моя оплата всегда будет потреблять. Определенный ток я его знаю. Вот. И все, мне другого не нужно. Мне не нужно вот этот режим будет. Он пропускать не будет. И в целом я могу эту ногу просто на минусовую, на общий проводник завести. Соответственно, у меня здесь появится напряжение 0 вольт. И состояние, когда бы был пропуск циклов компаратора, не будет вообще. То есть, такого состояния не предвидится в схемотехнике. Ну и, соответственно, я так и поступил. Я просто заземлил эту ножку. Я знаю, что мне нельзя оставлять схему без нагрузки. То есть, здесь всегда должна быть нагрузка. Или здесь будет сильно расти напряжение. Вообще, как бы, то есть, петля обратной связи не сможет его нормально контролировать. Но под нагрузкой все работает хорошо. Достаточно нагрузить там. У меня токи небольшие. И, соответственно, маломощная схема ват 15, может быть, 17. И вообще, флайбэки в целом применяются для маломощных блоков питания. То есть, можно делать флайбэки на 100 ватт. Но это будет экономически. И по всем другим этим категориям нецелесообразно. То есть, нужно уже переходить на другую схемотехнику. Флайбэк как раз оптимален для небольших мощностей. Ну, строго говоря, до 100 ватт. Но желательно еще меньше. То есть, 10-20. Отличная топология. Минимум деталей. Вот. И достаточно хорошие характеристики регулирования. Но вот только при небольших мощностях. Ну и, соответственно, КПД у него 85, где-то, процентов. Там среднестатистически. От 80 до 90 можно добиться. Тут много на это параметров влияет. Это, что касается микросхемы. Соответственно, шестая ножка на 22 микрофарада. У этой микросхемы есть свой внутренний стабилизированный источник питания. Который делает из высоковольтного напряжения требуемое напряжение для своих внутренних модулей. И, соответственно, вот эти 22 микрофарада просто являются частью этой цепи. То есть, на выходе внутреннего стабилизатора установлены. Я здесь не использую питающую обмотку. Опять-таки, у меня мощность небольшая. Вот. И она мне не нужна. По поводу транзистора. Транзистор, если честно, я просто взял, который был из каком-то блоки питания. Вот. Просто его оттуда вынул. Мне он очень понравился. Сейчас я эти характеристики покажу. Покажу, если его найду. Да. Вот это от ST-PDF. Вот. У него в открытом состоянии сопротивление 1,8. 600 вольт максимальное сопротивление Drain Source. То есть, сток и сток. Вот. В пластиковом корпусе. Мне нравятся пластиковые корпуса. Это безопаснее, когда делаешь макетки. Вот. Ну, в пластике он немножко меньше рассеивает. То есть, немножко меньше рассеивает. Но, тем не менее, на этом сколько-то включает. У него даже защита по гейту есть. Соответственно, вот здесь вот стабилитроны стоят. Если будет такой пыль. Нарушена, соответственно, спецификация по гейтсорс напряжению. Вот, сработают стабилитроны. И все будет замечательно. Вот. И, соответственно, самое сложное, наверное, для любого конструктора флайбеков. Это намотка трансформатора. Потому что это нужен расчет. Вот. И что людей пугает. Вот, собственно, вот эту чашку, которую я описал в этой аналогии. И вот эту руку, которая переносит эту энергию, нужно вот как-то рассчитать. Я думал, что сделать прям такой полномасштабный расчет ручками. Вот есть такая хорошая книга, да. Книга, статья. 46 листов. Обратноходовый преобразователь. Дмитрий Макашов. Вот. Замечательно все здесь расписано. И я думал сделать из этого выборку. Соответственно, как можно ручками все это рассчитать. Это вполне возможно. Хотя немножко трудоемко. Но с другой стороны, я подумал, а я ведь сам этого не делаю. То есть я не считаю ручками. Есть программы. Есть модулирование. И рассчитав ручками, ты понимаешь, что тебе нужно несколько вариантов подобрать. Под определенные. Вот у тебя есть какой-то определенный трансформатор. Какой-то там выпаял из какой-то другой схемы. То есть у тебя только такое по габариткам, соответственно, по керму, по сечению магнитопровода, по материалу. И ты только под него можешь подгонять. И даже если ты покупаешь. В магазинах, собственно, у нас тут не Греция. Только то, что есть, ты можешь купить. Или по цене не устраивает. Ну, соответственно, и нужно подгонять свой блок питания под какие-то уже реальные условия. И расчет ручками оказался как бы интересен, но слабо работающий. И у Владимира Денисенко есть программа. В интернете очень много про это говорят. Если посмотреть обратноходовость, собственно, всегда всплывает эта программа. Ну и да, да, она работает. Собственно, проблем никаких нет. Я сейчас быстренько просто покажу, как с ней работать. Потому что есть некоторые моменты, когда у людей что-то не получается, потому что не совсем понимают. Вот. Так, теперь давайте посмотрим, какие параметры нужно в эту программу заносить. Я предварительно очистил все окна. Ну, чтобы, соответственно, последовательно заносить. Так, 230 вольт. Это у нас номинальное напряжение. В сети, соответственно, плюс-минус 10%. Оно там как-то гастировано. Я хрен знает, что у кого будет. 207 считаем, плюс-минус 10. У меня вроде сидит нормально. Частота преобразования. Это наш контроллер 60 кГц. Вот. Отраженное напряжение. Пока ничего не пишем. Максимально допустимое напряжение ключа 600 вольт. Сопротивление канала. Это также по спецификации ключа. Это у нас 1,8 лома. 1,8 сюда пишем. Плотность тока устанавливаем 6. Пока по максимуму это влияет на нагрев тренформатора. Неразрывность 0. У нас режим разрывных токов. Пороговое напряжение 1. Строго говоря, по ПДФ-ке на микросхему НЦП 1200. Это значение должно составлять 0,9. Потому что оно указано здесь. Максимум интернет кармсетпоинт 0,9. Хотя в самой схеме написано, что здесь стабилитром на 1 вольт стоит. Но это не принципиально. Допустим у нас один. Диаметр проволоки, который есть. У меня есть 0,25. Я знаю, что она вполне подойдет для первичной обмотки. Данные на выходе. Я хочу получить 16 вольт при токе 0,9 альпера. Падение напряжения на выпрямительном диоде шотки 0,5. Ну, либо 0,6. Диаметр провода 0,45. Индуктивность сердечника. Либо величина зазора. Соответственно, у меня был трансформатор. Мне нужно было определить индуктивность сердечника. Я намотал тестовую обмотку 50 витков. И по формуле просто рассчитал. У меня получилось где-то 0,39. 0,4 мг на 50 витков. И, соответственно, это соответствует 160 наногенри на виток в квадрате. Это значение есть так стандартное для определенных типов сердечников. И я вот понял, что я где-то угадал, что 160. И там даже, опять-таки, если покопаться по сердечникам, 0,55 зазор был типовой сердечник. И я понял, что, в принципе, это он. Отраженное напряжение пока выставляем авто. И выставляем, соответственно, размеры нашего сердечника. У меня вот такой сердечник. Материал предположительно такой. Где-то, 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 где-то. Вот, опять-таки, вот это число, по сути, определяет материал. То есть, размер керна и индуктивность сердечника. Вот наногенри на виток в квадрате. Материал здесь уже не принципиален. Делаем рассчитать. У нас какой-то расчет дает. Вот. И, соответственно, получаем некоторую индуктивность первичной обмотки. 3 милигены аж. Вот. И здесь начинается самое интересное. Что он насчитывает нам 156 витков. И я понимаю, что это очень много, на самом деле. У меня там в ряд этого, по вот этому сердечнику помещается 60, может быть, с небольшим, витков провода 0.25 на первичной обмотке. Ну, то есть, это как бы даже в 2 ряда я не укладываюсь. Вот. И для этого есть отраженное напряжение. Соответственно, это то напряжение, которое возвратится обратно на обратном ходе. Когда трансформатор будет работать наоборот. То есть, у нас на вторичной обмотке будет напряжение. И оно будет передаваться в первичную обмотку с коэффициентом трансформации. Соответственно, если у нас там витков первичной обмотки 156, а витков вторичной 20. Вот коэффициент трансформации 156 деленное на 20 будет возвращаться туда. То есть, на первичной обмотке большое будет напряжение. Мы это значение просто ограничиваем. Потому что у нас, как бы, нашей... Мы можем уменьшить нашу вот эту чашку, которой мы переносим энергию, вполне. Вот. И ничего не нарушив. То есть, у нас хватает и заполнения импульса. Вот здесь вот. То есть, наше регулирование будет происходить в рабочем режиме. Ну вот, у меня получилось примерно столько. То есть, 114 витков в первичной обмотке, 24 витка во вторичной. Индуктивность первичной 2 с небольшим миллигенри. Индуктивность вторичной можно рассчитать. Вот. И, соответственно, вот где-то те моточные данные. Вот. Схема. Схема, соответственно, в соответствии с этими расчетами была собрана. То есть, я вот даже здесь написал 2 миллигенри. Расчетная индуктивность вторичной обмотки 92 микрогенри. Ну, опять же, по формуле перехода от количества витков. То есть, 114 на 24 при первичке 2,08. Вот. И так это все и было собрано. Еще моменты. Вот расчет вот этой цепи. Вот. Тут можно воспользоваться вот такой интересной вещью. Это оригинальная программа от OnSemiconductor. И, соответственно, с помощью нее некоторые моменты можно уточнить и по моточным данным, и вообще по работе вот этого контроллера. Сюда нужно свои параметры, соответственно, занести. Здесь напряжение по постоянке. Причем здесь предполагаю, что минимальное напряжение. Планируется. Это сколько, соответственно, выпрямленное минимально. Если у нас сеть там 207 вольт, как мы выяснили, 10% от 230 скинули. То мы должны вот эти 207 взять в корень из двойки и умножить на вот эти 207. То есть, 292. Еще там за минусом потерь. Там на диодах и на всем остальном. Ну, допустим, где-то 280 напряжения постоянных. 114 витков у нас получилось в первичной обводке, 24 во вторичной, 16 вольт напряжения на выходе и 208, да, там 2080 микрогенры первичная. Частота преобразования 60 Гц. Так, конденсатор у меня стоит 470 микрофарад. Там их два, конечно. Можно и тысячу написать. У меня их два. Вот. Сопротивление не суть. Только там единичка, допустим. Или даже сделать, да, сколько там, 0,9 было. 0,9, да. Пулап резистор, он внутри самой НЦП находится. Если мы посмотрим ПДФ-ку, там он как раз 20 и есть. А, вот этот коэффициент, соответственно, не 3,3, да, 4 он. И он в ПДФ-ке вот здесь вот находится. Вот. Фидбэк секшен. Вот. И он заносится сюда. Соответственно, напряжение... Так, токовый шунт, допустим, 1000. Надо посмотреть, сколько у нас получалось по... по 800 миллевому получалось. Ну, это ограничение потока. Соответственно, когда сработает ограничение потока. Ладно, допустим, 800. Все, мы все исходные данные ввели. Вычисления. И в целом здесь проверяется стабильность работы нашей ШИМ-системы. Но самое интересное, это вот этот раздел. Мы хотим посчитать именно опторазвязку. Вот эту. И работу ТЛ-471. Вот этот... Во вкладке опторазвязка мы находим вот такой параметр. ЦТР. Это, по сути, коэффициент связи между диодом, который вот по паре находится, и транзистором. Вот. Здесь минимум какой-то вообще 30%. На самом деле он гораздо больше. То есть, по документации на PC-817 говорят о минимуме 50%. Но на самом деле фактическое значение может быть еще гораздо больше. То есть, фактически, вполне 100% или 120% сюда можно ставить. То есть, вот. И вот эти параметры тоже, это все параметры оптопары. Вот. Ну, в целом, они в меньшей степени влияют. Их тоже можно установить на ПДР. Так. Нажимаем на апдейт. Контрольную цепь не трогаем. И, наверное, к бомб, да, переходим. И вот наша рассчитанная, рассчитанная вот эта цепочка полностью. Этот плап резистора, он встроенный. Вот это оптопара TL431 и те значения сопротивлений, которые должны быть, чтобы достигнуть напряжения 16 вольт на выходе. Ну, в данном случае 15,9 получилось расчетно. Вот. У меня тут цепь можно рассчитывать и вручную, для того, чтобы все правильно работало. Вот на этой ножке, на ножке подстройки, вот L431, должно быть напряжение 2,5 вольта при номинальном на выходе. И, исходя из этого, вот этот делитель так и рассчитывается, чтобы при 16 вольтах, вот в этой точке, здесь получилось 2,5 вольта. Нормальный режим работы. Вот. Но, как информацию, соответственно, вот эту часть можно использовать. Собственно, я ее практически в этом виде и перенес в свою схему. Если мы посмотрим мою схему. Так, где бы ее найти. То есть, я вот эту часть перенес практически так, как и вот эта программа не рассчитала. И все, собственно, у нас есть счет всех цепей, трансформатора. Еще один момент. Можно это все сделать в симуляции, соответственно. В симуляции, в микрокап полностью ввести все наши данные и запустить. Здесь есть сердечники, которые могут объединять катушки. И несколько катушек, соответственно. Я ввел те расчетные параметры по 2080 микрогенри и рассчитанные параметры для второй индуктивности 92. Вот. Еще здесь есть такой параметр, как индуктивность рассеяния. Это 60 микрогенри. И ее нашел я уже после намотки. Как она определяется? Это закорачивается вторичная обмотка и меряется индуктивность первичной обмотки. Соответственно, та индуктивность, которая будет, это и есть индуктивность рассеяния. Она получается из-за того, что не все магнитные линии замыкаются сквозь магнитопровод. Некоторые магнитные линии улетают в воздух и там, собственно, через большое сопротивление они исчезают. Еще у нас здесь есть защитный стабилитрон, супрессор. Который, соответственно, ограничивает напряжение на истоке транзистора, не давая ему превысить 600 вольт или там, какое мы хотим установить. Это защитная цепочка, просто защищает транзистор. Вот. И модель в микрокапе НЦП1200 была. И все. Я получаю очень точную модель того устройства, которое будет. И, соответственно, спускаем переходный, анализ переходных процессов. У микросхемы, видимо, есть какая-то задержка на включение, потому что некоторое время она просто показывает, не показывает никакой активности. Но потом она включается и начинает уже работать. Я сейчас буду показывать, получается, да, напряжение на выходе будет красным и напряжение на истоке, это вот зеленое напряжение. Да, 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 да. Так. Ну вот, у нас закончилась симуляция и, соответственно, такая плотная пачка импульсов на экране. Но нас интересует, допустим, какой-то небольшой момент времени. Если мы приблизим вот эту часть, приблизим несколько импульсов, у нас идет первый выброс. Когда ключ закрывается, соответственно, этот выброс ограничивается нашим супрессором, соответственно, защищая транзистор и не давая превысить 600 вольт напряжение предельное для транзистора. Дальше идет колебание. Это колебание индуктивности рассеяния с паразитной емкостью транзистора, MOSFET. Они составляют несколько мегагерц, высокочастотные колебания. Дальше у нас идет период постоянного напряжения. Это период передачи энергии из магнитопровода во вторичную обмотку, соответственно, и в нагрузку. И дальше у нас идут колебания уже гораздо меньше частоты. Это колебания уже основной индуктивности первичной обмотки с той же самой паразитной емкостью транзистора. Соответственно, индуктивность обмотки много больше, чем индуктивность рассеяния. Соответственно, колебания идут на гораздо более низкой частоте. Это свободный ход, соответственно, энергия уже передана. Энергия просто передается между индуктивностью и емкостью. И дальше следует опять точно такой же период. Шим-контроллер настраивает длительность вот этих импульсов. Синий сигнал это на затворе транзистора. И таким образом он может регулировать напряжение. И, имея такую модель, мы имеем очень сильное средство по изменению и расчету элементов. Соответственно, мы можем рассчитать, сколько рассеивается тепла на каждом элементе, в том числе на супрессоре. На таких элементах, зависимых от рассеиваемого тепла. И посмотреть любое изменение в нашей схеме. То есть, без макетирования сразу узнать, какой будет эффект. Все. На этом все. Спасибо. Пока. Продолжение следует...